Привет, мои дорогие! Я очень давно не сидела с вами, не болтала на своей кухне. Я думаю, пришло время это сделать. Сегодня я снимаю долгожданное лично для себя видео о своих фаворитах. Расскажу вам, что мне нравилось смотреть, есть, петь, читать и прочее этим летом. Поэтому, если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть. По традиции, напоминаю, перед просмотром этого видео подписаться на этот канал, потому что видео периодично выходят каждую неделю. И, конечно же, подписаться на мой Инстаграм, Телеграм. Буду вас ждать везде. Давайте начнем. Давайте начнем по старой доброй традиции с еды. И так как я уже начала пить, я вам расскажу про свой супервкусный фаворит этого лета. Не то чтобы лимонад, это такие лимонадные напитки от Рич. Господи, почему это звучит как реклама, я не понимаю. На самом деле, я их попробовала совершенно случайно, и мне безумно понравилось. Это напитки такие, как бы минералка плюс сок. Очень вкусно. И мне кажется, даже его можно смешать с алкоголем, например, с шампанским или с джином. Я не знаю, мне кажется, должно получиться неплохо. Конкретно этот вишня и грейпфрут. Там есть еще с лавандой и с розой. Я думала, что они будут самыми вкусными. Но, как оказалось, самый вкусный это вот синий и был еще лимонный какой-то. В общем, который не с лавандой и не с розой. Вот какой-то вот у них есть четвертый. Вот он тоже мне очень понравился. Вот. Также из еды хочу вам показать мороженое Oreo, которое лежит у меня в морозилке. Я его вам сейчас покажу на экране. Я не знаю, может быть, только я заметила это, потому что у меня около дома закрылась призма. Но лично мне кажется, что в магазинах стало все очень плохо с мороженым. Именно с его ассортиментом, с его выбором. Мне почему-то всегда не хватает. Я прихожу в магазин, вижу везде чистую линию, вкусное мороженое. Но оно, честно говоря, надоело. Мне очень не хватало какого-то интересного мороженого. И я именно в этом году попробовала Oreo. Вот это огромное печенье-сэндвич. Мне безумно оно нравится. И даже я бы не назвала его мороженым, потому что это скорее такой замороженный десерт. Я не знаю, как они сделали это печенье. Оно безумно мягкое, оно безумно пластичное. Его очень удобно и вкусно есть. У меня даже с линии потекли. Следующая из еды, о чем я вам хочу рассказать. Я на Пинтересте нашла очень клевый рецепт. Предскажем, о Healthy бананового сникерса. Я решила повторить. Мне безумно понравилось. В общем, что это такое? Это слайсы банана, которые сначала обмазаны пастой ореховой. Я брала миндально-кокосовую. И вообще можно взять арахисовую, но мне очень понравилось миндальный. И сверху также обмазано это все шоколадом. Это немножечко подмораживается. Это безумно вкусно. Я это ела, ну, не знаю, очень много раз этим летом. Поэтому определенно заношу это в список своих фаворитов. Обязательно попробуйте, если вы это никогда не делали. Реально того стоит. Мне безумно понравилось. Очень вкусный десерт. Быстренько теперь поговорим с вами про фавориты одежды. Я каждый раз в видео про фавориты иду по одному и тому же списку. Это еда, потом одежда, потом мультимедиа, потом там, не знаю, еще что-то. Так вот, фаворитах одежды на самом деле мне практически нечего выделить, потому что не особо мне прям безумно нравилась какая-то вещь, кроме вот этого браслета. Если вы смотрели предыдущий влог, я показываю его там, распаковываю. Это браслет с Алиэкспресса, но выглядит он просто на 5000 рублей. Мне он очень нравится. Я его ношу каждый день, не снимаясь, пока ничего не произошло. Оставлю еще раз ссылку в описании на него. И вообще, наверное, я оставлю ссылки на все вещи, которые я здесь упоминала, потому что дальше идет косметика. И вообще, я постоянно забываю это делать. В каждом влоге я про что-то рассказываю. Почти в каждом влоге у меня какая-то распаковка, какой-то шоппинг. И я в каждом влоге никогда не оставляю ссылки на эти вещи. Я подумала, что это могло бы быть гораздо удобнее для вас, поэтому я это начну делать. Так вот, оставлю ссылку на этот браслет в описании. Он остался всего 300 рублей. Я его просто обожаю, реально. Это просто покупка лета, и я ношу его каждый день. Переходим с вами к медиам. И я расскажу вам про свои любимые фильмы и сериалы этого лета. Простите, что я так говорю, этого лета как будто оно уже кончилось, но, честно говоря, я уже в душе жду осень. Я не знаю, возможно, вы меня плохо знаете, а если вы нехорошо знаете, то вас это не сильно удивило. Я очень люблю осень, поэтому я уже готовлюсь к ней. Я в воскресенье пойду на шоппинг, такой полуосенний. Я уже присматриваю все какие-то осенние вещи, уже думаешь, что я буду заниматься осенью. Ребята, лето можно выключать. Я уже насытилась, я хочу осень. Очень в тему моего монолога этот фильм «Дождливый день в Нью-Йорке». Если вы впервые слышите это название, то я вам сразу сообщу, что это фильм режиссера Вуди Алина. Я его как бы в целом люблю, но пока не смотрела все фильмы, чтобы сформировать какое-то прям целостное мнение. Случайно нашла его отрывки где-то в Инстаграме. Я просто увидела, как Селена Гломес целуется с Тимоти Шеломей. Я поняла, что мне нужно посмотреть этот фильм. И он мне очень понравился. Там играет такой прям звездный состав. Мне кажется, этот фильм максимально летний. Я бы даже сказала, такой летний-осенний. То есть, если вы его раньше не смотрели, вы посмотрите его сейчас в августе. Это будет perfect match, потому что он очень клевый. Он и про лето, и про дождливые дни в Нью-Йорке. И какая-то романтика. Там нет какого-то гениального сюжета. Просто атмосферно, хорошая игра актеров. Очень такой добрый, позитивный фильм. Мне очень понравилась главная мысль героя Тимоти Шеломей. Потому что я... Это просто прототип этого героя, серьезно. Он там ищет везде какую-то романтику. Какой-то вот old school винтажился такой. Он там прям такой меланхоличный ходит. И, я не знаю, любит лобби отелей, любит там выпить коктейли и так далее. Это просто про меня. Я когда лежала, смотрела, думала, вау. Просто это про меня. И в последнее время я как раз смотрю такие фильмы, которые поднимают настроение. Я меньше смотрю тяжелых триллеров. Потому что в последнее время мне хватает своих собственных проблем. Поэтому я стараюсь постоянно поднимать себе настроение. Не позволяю там задумываться о чем-то плохом. Потому что обычно я вот это хорошее, доброе кино всегда оставляла на потом. Потому что у меня всегда было настроение посмотреть, не знаю, там, девушку с татуировкой дракона. И тому подобное. Поэтому сейчас, наконец-то, у меня марафон милого, доброго кино. Я недавно посмотрела также фильм «Красотка» с Джулией Робертс. Я откладывала просто миллион лет. Я, наконец-то, это сделала. Я его тоже вам рекомендую, если вы этого не делали. И вообще в последнее время у меня какой-то марафон ретро-мелодрам. И в идеале, ну вот, я еще собираюсь несколько фильмов посмотреть. Ретро-мелодрамы, я не знаю, мне они почему-то очень нравятся. Они очень стильные. Они какие-то по-особенному магические, что ли. И вот я очень хочу с Джулией Робертс разной посмотреть. Со Скарлетт Йоханссон, из... Господи, не Кэмерон Диэс, а... Дуинит Пэлтроу. Вот. Я хочу с ней посмотреть «Осторожно, двери закрываются», «Большие надежды». Очень часто просто и на Пинтересте кадры, и в каких-то там пабликах в Инстаграме постоянно. Плюс триллер с ней есть наследство 98-го года. В общем, мне есть чем заняться. Следующий фильм, про который я хочу вам рассказать, это фильм, который называется «Лучшее предложение». Я его посмотрела недавно вместе с Сашей, нам он очень понравился. Конечно, нам не очень понравилась концовка, но на самом деле это ни разу не портит фильм, разве что я бы поставила ему 8, а не 7. Это триллер-драма, как написано на самом постере, написано «Авантюрный саспенс-триллер». Там играют, на самом деле, совершенно незнакомые мне актеры, но фильм очень хороший, очень классная история, очень круто заверчен. Сценаристы прям сильно постарались, у меня было очень много догадок, и мы с Сашей не угадали, чем закончится, хотя мы те еще знатоки триллеров и подобных фильмов. Вот. И последнее, о чем я вам расскажу о своем фаворите, это новый и последний пока что сезон сериала «Очень странные дела», четвертый сезон, мы его очень долго ждали, но я не знаю, сколько прошло времени, 2 года или 3 года. Я постараюсь без спойлеров, просто мне понравилось, как они соединили всю историю в единое целое. Ты сначала смотришь первый сезон, и ты думаешь, блин, а что происходит? И ты не понимаешь, что стоит во главе этого всего, и ты не понимаешь масштаб вселенной. А тут тебе показывают главного злодея, и ты такой, а, вот оно что было, это было вот поэтому, и мне безумно понравилась Седи Инк, я же правильно назвала ее, девушка, которая играет Макс. Просто она шикарно играет, она просто потрясающая актриса. Я не знаю, почему ее не выдвинули на Эмми в этом году, потому что она просто какую-то колоссальную работу проделала. Мне безумно она понравилась. На мой взгляд, два самых сильных актера в этом сериале, это Дакри Монгомери, это актер, который играл брата Макс, и как раз Седи, который играл Максу. Мне кажется, эти два человека просто гениально играют. И, конечно же, очень прикольно было наблюдать за русской частью в сериале, когда весь мир такой, как бы, хейтит Россию, но при этом в четвертом синонии странных дел очень большая часть сюжета принадлежит именно вот этой русской стороне, это было очень забавно. Очень интересно, что будет дальше. Если вы смотрели, обязательно напишите в комментариях, давайте обсудим все детали, понравилось вам или нет, кто ваш любимый герой. Следующий из моих фаворитов поговорим про литературу. В этот раз показываю вам книгу, которую я практически закончила, достала совсем чуть-чуть. Эта книга называется «Таинственный сад» автора Фрэнсис Бернадт. Я ее, честно говоря, начала читать три дня назад, и вот уже почти закончила. Мне понравилась эта очень добрая, милая книга, хотя поначалу так и не скажешь. Вы знаете, я бы ее читала весной, вот когда все распускается, когда все зацветает. И если вы не знаете, в чем эта книга, то вы поймете, почему вы начнете читать ее именно весной. Поэтому запоминайте, если хотите что-то интересное прочитать, вот, то рекомендую. Мне понравилось. Следующий пункт – это музыка. Честно говоря, ее было достаточно. Я должна только выделить какие-то конкретные песни. Здесь, как обычно, будут скрины музыки, которые мне понравились. Почему-то у меня прямо очень много Лан Дел Рей, я открыла ее. Просто последние несколько альбомов слушала подряд. Выписала очень много... ну, не выписала, сохранила очень много треков. Поэтому здесь они тоже все появятся на экране. Очень понравилась песня Oliver Tree, Life Goes On, которая называется Hurt. Поэтому вот два тоже классных трека. Есть еще несколько песен, которыми я очень жадничаю делиться, но я все-таки это сделаю. Я не знаю, как произносит артист, честно вам скажу, но вот эти три песни, четыре, они просто шикарные. Раздел бьюти, дамы и господа. Теперь мы с вами пройдемся по моим бьюти-штучкам, которые мне нравились этим летом. И первая бьюти-штучка это загар в солярии. Я открыла его для себя, я уже давно не ходила. Как-то странно очень долго хорошо держится. В общем, просто обожала этим летом ходить в солярии. И буду теперь, наверное, делать это всегда, пока есть абонемент в спортзале. Следующая из бьюти. Покажу вам SPF, который мне безумно понравился. Это SPF бренда Bior. Я его покупала в Золотом Яблоке или на Озоне, не помню. Он есть и там, и там. Он стоит дороговато, он подорожал в последнее время. Стоит около 2000 рублей. Хотя здесь не очень много, в упаковочке такая хлипенькая. Но, честно говоря, он просто шикарный. У него есть один единственный минус, я бы сказала. Он пахнет спиртом. Там есть спирт в составе, но, честно говоря, это ни разу его не портит. Потому что от него не возникают прыщи. Это многие люди пишут, кто им пользуется. Он прекрасно защищает. Он прям, знаете, впитывается так в кожу, как в губку. Он просто прилипает. Ну, то есть, ты его наносишь, и через 3 секунды у тебя на лице как будто вообще ничего нет. Он реально как эмульсия или как сыворотка. Он очень-очень жидкий, и это просто кайф. У него SPF защита 50. Я считаю, что это шикарный вариант на лето. Еще скажу, что я им как-то намазала лицо летом и пошла загорать в солярий. Так вот, я немножечко пересидела в солярий, и у меня потом чесалась вся кожа. Она была красная. Два дня я ходила и чесалась. А лицо было хоть бы хны, потому что на нем был вот этот SPF, и он просто спас его от ожога. Просто рекомендую, он очень крутой. И самое клевое, что у него очень маленький расход, то есть горошину хватит на все лицо. Но единственное, имейте в виду, вы нанесли на лицо и сразу размазываете. Иначе он сразу уже впитывается, и будет очень тяжело размазывать, и придется наносить такую горошину просто вот везде. Так что быстренько нанесли, и все. И говорят еще, кстати, что он waterproof. Он водонепроницаем, водонесмываем. То есть вроде как, вот, но все равно обновлять надо. Следующая из бьюти-фаворитов, это крем для рук. Вы его, возможно, видели в каком-то из влогов. Это бренд Hemp Care. Это даже, знаете, не крем для рук, а именно бальзам для рук. Он достаточно липкий, тягучий, но он очень круто увлажняет. Он очень хорошо впитывается. Я бы его не советовала использовать днем. Я его использую на ночь, и реально я в него влюблена. Я обязательно куплю второй тюбик. Он стоил 600 рублей на скидке, без скидки он стоил 900. Он потрясающе пахнет. Он настолько охрененно пахнет, что я готова и мазаться как духами. Мазать его на шею, там еще куда-то. Он невероятно пахнет. Он пахнет, знаете, до хрена его пойми, чем он пахнет. Как будто тут есть и ваниль, и немножко кислинки от, видимо, конопли вот этой. Короче, это просто волшебство какое-то. Я очень сильно его вам рекомендую, если вы в поиске крема для рук. Он жирненький, классно впитывается, очень хорошо увлажняет. Я в восторге. Следующий бьюти-фаворит гей для бровей бренда Red. Это немецкий бренд, как я, кстати, только что узнала из упаковки. У него очень смешная упаковочка, такая миленькая. Есть один минус у этого фиксера, это то, что щеточка достаточно грубоватая. То есть она такая жестковатая, вот, я бы сказала. И после моих длинных, огромных упаковок мне, конечно, этим не очень было удобно начинать пользоваться. Но, честно говоря, то, что он делает с бровями, это прям супер. Их не нужно поправлять, они прям сразу фиксируются, склеиваются. Да, если переборщить, они, кстати, немножечко реально склеятся, но главное не много мазок. Оставлю тоже ссылку, купила в золотом яблоке. Не думаю, что этот бренд еще где-то представлен. В общем, мне понравилось. Очень достойный вариант. И следующий фаворит, это блеск для губ фирмы Maybelline. Он, кстати, сейчас на мне. Мне он безумно понравился. Честно говоря, я не ожидала, что в масс-маркете есть такие классные реально блески для губ. Я понимала, что есть хорошие помады. Я пользуюсь и L'Oreal, и Maybelline. Расскажу о них как-нибудь в другом видео. Но я не знала, что есть именно блески кайфовые, потому что мне кажется, блеск, конкретно вот, блеск сделать очень тяжело. Но это просто какая-то сказка. Он безумно, во-первых, вкусно пахнет. Во-вторых, он очень круто блестит. В-третьих, у него прекрасная текстура. Знаете, он вообще написан с гиалуроновой кислотой. И периодически у меня покалывает губы. Это странно, потому что вроде как от ментола покалывает губы, но тем не менее. Плюс у него очень крутое перекрытие по цвету. То есть он максимально яркий, как будто у меня на губах, ну не знаю, помады. Я не знала, что блески тоже так крутые. Насыщенный цветом, короче. Не знала, что бывают блески. Вот. И он не липкий. Он очень хорошо сидит. И самое крутое, когда вы его съедите, сотрете, у вас останется розовый пигмент. И у вас все равно губы будут красиво выглядеть. Так что я очень рекомендую. Мой цвет 004. Я не смогла его протестировать в магазине, поэтому просто купила на Абум. Вот. Так что если вы ищете клевый блеск для губ, а если даже не ищете, и вам вдруг захотелось, то берите. Потому что он достойный. Переходим с вами к арматам для дома. Я фанат свечей, аромат палочек, каких-то благовоний. Кстати, мне нужно попробовать шалфей. Вот я до сих пор этого не сделала. Показываю вам, показываю вам свой фаворит летний. Я, конечно, мало его жгла, потому что было жарко, душно и так далее. Но, тем не менее, мне безумно нравился аромат Dragon's Blood. Просто бумба. Он нереально вкусно пахнет. Покупаю я в сером и палочке в Леонардо, потому что их там много, большой выбор. У меня рядом с домом есть только в центр. И как-то вот так. Так, поэтому... Также я начинала традицию вам показывать чай месяца. И в последнее время я ее вообще забросила. Да что там я и, в принципе, видео про фавориты давно не снимала. Последнее, кстати, снимала, по-моему, в январе. Да, это были фавориты за 2021 год. И на этом все. Я все-таки хочу делать по сезонам. Я понимаю, что каждый месяц я просто не могу набрать столько вещей, которые мне нравились. Поэтому вот я планирую это делать каждый сезон. Фавориты лета, фавориты осени, зимы и так далее. Вот. И я вам хотела показать чай, который мне нравился в последнее время. Вы не поверите. Во-первых, я слезла с зеленого чая и перешла на черный. Это случилось зимой, когда мне хотелось какого-то уюта. И, в принципе, зеленый чай ассоциируется у меня с весной и летом. Но самое странное, что весной и летом я не вернулась к зеленому чаю, как обычно. У меня до сих пор в шкафу стоит какой-то зеленый чай с манго, с вишней, там, какие-то крутые скантаты. Я их не пью просто потому, что не хочется. Но этим летом я открыла для себя травяные чаи. И мне очень понравилась упаковка из вкусвола. Травяные чаи, такой набор ассорти из разных вкусов. И я, к сожалению, забыла закормить упаковку. У меня остался последний чай. Он выглядит вот так. Это детокс. Там еще был иммунитет и спокойствие. Почему-то захотелось ему травяных чаев. Хотя, почему-почему-то? Я даже знаю из-за чего. Во-первых, у меня скакал давление, и черный крепкий чай, наоборот, его повышает. Плюс травяные чаи, там, лаванды и прочее, это все успокаивает нервную систему и так далее. Поэтому я плотно сидела на травяных чаях. Сейчас вам покажу еще один. Забыла его достать из шкафа. Я вам покажу даже два. Один бренда Травы и Пчелы. У них дороговатый чай, но у них такая милая упаковка, и очень классно выглядит чайные пакетики. Мне нравится. Они такие хорошие, и тут и ананасик лежит, и цветочки лежат. Очень мило, и очень милая вот эта вот сама этикиточка. Второй чай. Тут остался просто последний пакетик. Это Ричард, но это именно травяной чай с лавандой и милиссой. Мне он тоже очень нравится. У него есть вкус, и он очень приятный. Пью его, когда хочется какого-то спокойствия перед сном. С медом, кстати, очень классно. Вот. Так что рекомендую. Вот как это травяные чаи прямо у меня в этом году зашли, этим летом. А так у меня до сих пор стоит из кататы два травяных чая, которые я как-то купила, потому что что-то захотелось. Они так и стоят. Я не знаю, пить их или нет, потому что не понимаю, можно ли пить чай спустя год. Вот. Если знаете, напишите. И последнее, о чем я хочу вам рассказать из своих фаворитов, то, что мне нравилось, это инстаграм-аккаунт. Я тоже начинала такую тему, что я рекомендую какой-то классный инстаграм-аккаунт, который меня вдохновлял. И в этот раз речь пойдет о девушке-дизайнере, у которой есть бренд Головина Мари. Я ровно дышу к ее бренду, хотя есть очень классные вещи, но это уже такой больше к премиуму сегмент. И мне эти вещи дорогие, поэтому мне не особо интересно с Лизой брендом. Поэтому я не особо и на создательницу бренда как бы заглядывалась. Но я наткнулась на ее страницу. Она летом ездила в путешествие в Синтру. Это, насколько я помню, Португалия. Это было безумно красиво. Очень красивые посты, очень красивые фотографии. Меня просто безумно все это вдохновляло. Я с того момента на нее подписалась. И теперь сидя за ней активно, потому что очень красивые лайкстайлы, сервировки. В общем, все то, что я люблю. Поэтому вам рекомендую тоже заглянуть, подписаться, если вам понравится. Собственно, вот такие у меня были фавориты. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вы соскучились по таким видео. Если да, обязательно дайте мне об этом знать в комментариях. И давайте я вам еще могу. Просто попрощалась и решила рассказать еще кое-что. Я, кстати, как вы заметили, теперь хожу с кудрями. Это мои натуральные кудри, которые постоянно были выпрямлены и так далее. На самом деле как? Я только весной узнала, что у меня на самом деле не пушистые волосы, а кудрявые. То есть есть люди, у которых есть прямые волосы и у которых есть кудрявые волосы. Нет никаких пушистых, нет никаких полистов. У вас кудрявые волосы. У людей с прямым типом волосы он тупо прямой. Всегда как будто его выпрямили, как будто он там в кератине весь. А у него просто на самом деле такие волосы. Все остальные волосы, которые пушатся, они на самом деле пытаются виться. просто им люди не дают этого делать, у меня тут какая-то вот завитушка, которую я не могу вниз убрать, это очень смешно выглядит, вот, и я еще давно решила, что я этим летом попробую сделать волосы кудрявым методом, как они его называют, это определенная сушка, это определенный уход за волосами, но я сделала его в таком лайтовом формате, то есть я не мыла там голову вниз головой, я не сушила волосы как-то специально, я не накручивала там кудрявый палец, все, что я делала, это просто мокрую голову не высушивала, не расчесывала, и вот так вот жамка создавала себе кудрявый, то есть они легко завивались, потому что волосы к этому предрасположены, и все, что я сделала, это купила стайлинговый мусс, стайлинговый крем, который был очень бюджетный, он стоил 250 рублей, и я просто вот его наношу, чтобы не было пуха, чтобы волосы были более гладкими, вот здесь, где они не бьются, я пыталась их как-то тоже завить, но они здесь не поддаются, поэтому, собственно, но мне очень нравится, реально как смотрится, потому что многие делают такую платку специально, селенаправленные, например, я помню, когда была подписана ножен у Настю, она все пыталась добиться вот такого вот эффекта, вот, и очень приятно, что можно делать, просто ничего не делая, к тому же летом не хочется лишний раз сушить волосы, их укладывать горячими плойками и так далее, поэтому я просто очень довольна, что я открыла этот способ, потому что я начала им пользоваться, и я не знаю, буду ли я им пользоваться осенью, зимой, но почему бы нет иногда, то есть, мне кажется, это чисто такой летний вариант, если мне не надоест, посмотрим, как пойдет, пока что мне очень нравится, вот такие вот дела, продолжу прощаться с вами, спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на этот канал, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и напишите комментарий, давайте обсудим кино, пробовали ли вы мороженое Орел, которое я обожаю, вот, обязательно все это напишите, и до скорых встреч в новом видео.